Дорогие друзья, сегодня с вами допустим W319 и мы продолжаем прогнозировать на разные pay-per-view от WWE, в частности tables, letters and chairs. Название этого pay-per-view Столы, лестницы и стулья. И первый матч, который я выбрал для прогноза, это Финболор против Дрю Макентайра. Вряд ли он будет самый первый в списке. Возможно, самый первый будет матч странной угрозы за командные титулы Смэкдауна. Но вот решил я начать именно с него для разогрева. Для нашего разогрева самое то. Погнали. У них там какой-то фьюд развивается, что-то у них там творится. Но я ставлю на Дрю Макентайра. Именно за него я сейчас и буду играть. Потому что вряд ли я думаю, что даудовые будут сливать Дрю Макентайра, потому что есть как на него большие планы. И даже если учитывать проигрыш Дольфу Зиглеру. Дрю Макентайр 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 мало и очень, так скажем, не чувствовалось, что они прям такие неубиваемые. Они друг с другом дрались и вообще всем плевать на них было. Вот такие Титаны нормальные, которые просто, если что, есть в ростере Титан, который, если что, готов всех раскидать, но возле главного титула он так, просто круги наворачивает, чтобы не мешать другим там развиваться. А когда титул попадает Титану к такому, как Брок Леснеру, нужно ждать годами, пока даудовлы взрастят кого-то, кто якобы сможет победить Титана, бла-бла-бла. Это разве интересно? Нисколько неинтересно, конечно же. Вот, например, будет матч Дио Брайана против Стайлза, там можешь победить любой, абсолютно. Я могу поверить в победу Брайана, я могу поверить в победу Эйджай Сталлз вообще спокойно, 50 на 50 процентов, грубо говоря. А вот если бы заменить любого из этих двух рестлеров на Брок Леснера, я бы поставил на Брок Леснера. Совершенно спокойно, без каких-либо оговорок. И это неинтересно. А вот Дрю Макентайр, он не Титан, он проигрывает людям, обычным, после, по-моему, все-таки после Суперкика, но утверждать не буду. Дольфу Зиглеру спокойно проиграл. И, возможно, на Тиллзе он проиграет, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, вряд ли он даудовлы после проигрыша Дрю Макентайра будут сливать еще и Финн Баллору. Если он и проиграет, то, скорее всего, как-то с оговорками. То есть, возможно, он останется за рингом на счет десяти. Это уже как совершенно обычный матч, то есть ни лестницы, ни с того, ни с Тури, тут не задействовало. Вот. Но, поскольку там сейчас вот есть некая группировка, она, по-моему, даже название не имеет, из Дрю Макентайра, Баби Лэшли и Байрона Корбина, то, мне кажется, эта группировка сейчас должна как-то подниматься в дабл-даблы и, возможно, даже на помощь, если что, Дрю Макентайру кто-то придет. А может быть и наоборот. Возможно, Дольф Дигглер вмешается в этот матч и Финн Баллор проиграет. Тут вот эта вот небольшая интригация, но, мне кажется, дал бы не так заморачиваться, чтобы тут этот матч заканчивался как-то грязно. Нет, будет, мне кажется, чистая победа Дрю Макентайра. Ставлю на вот это. Тем временем матч идет долго, мы наработали только полторы звезды, и меня это удручает, на самом деле. Давайте тогда бахнем сигнал. И сигнал-то мув — это хэтбот от Дрю Макентайра. Вот он, Дрю Макентайр. Уже от Дзвезды уже неплохо. А ты не можешь? Не можешь. Ладно, тогда просто сигнал. Вставай! Вставай! Твое время пришло, Финн Баллор. Да, именно твое Финн Баллор пришло, и отличный кулак. Прям по голове, прям темечка. Два. Врать, Финн Баллор. Ну давай, Финн Баллор. Активировал свой один из пейбэков, теперь имеешь бесполезный финишер, а бесполезный он просто потому, что Дрю Макентайр будет пока что над тобой доминировать полностью и вся. Думаю, этот матч будет где-то в числе первых. Просто потому, что весь остальной карт либо кейфебный, то есть есть матч со столами и два матча с ТЛС прям. Я правда не знаю, ТЛС вряд ли будет что-то подвешено над рингом. Это просто будут задействованы столы, лестницы и стулья. Вот и все правила ТЛС. Но утверждать не буду, скорее всего так и будет. И когда я буду играть, я буду играть именно просто ТЛС с удержанием. Мимо! Финн Баллор вернулся. Так. Ать! Ну, посмотри, Дрю Макентайр реверсирует. Ой, Финн Баллор, он же скакивает! Посмотрите-ка! Финн Баллор вошел в раш! Ну, вошел в раш и убегает. Ну, вот он весь Финн Баллор берет и драпается всех ног от Дрю Макентайра. Ну, хотя, да, Дрю Макентайра только одна тактика есть, это убегать. Потому что, если Дрю Макентайра вас догонит, у вас не будет шансов ни на что. А вот можно, кстати, даже для веселья, грубо говоря, сделать матч, который был темным матчем на Ро. Это Дольф, Дигглер и Финн Баллор и Лайс против Лэшли, Корбина и Дрю Макентайра. Я хочу посмотреть. Ну, сыграю этот матч. Почему нет? Почему нет? Интересный третий на три должен был быть. Но вот почему-то его запитнули в темный сегмент. Хотя, мне кажется, матч был бы очень и очень бодрый. Ой-ой-ой. Финн Баллор версирует. Тем временем Семерик там было. Мистер... Отлично. Ой-ой-ой. Таунтинг, Таунтинг прижимом на Дрю Макентайре. Ох, Финн Баллор, это ошибочка. И... Бааа, Джорван Супле. Ну что же, Финн Баллор, пришло время стучать в твои... Кала-кала, не знаю. This is over. Раз, два, три. Собственно, да, вот... Вот я примерно так и думаю. То есть, после первого же Клеймора, собственно, будет победа Дрю Макентайра. Вряд ли Финн Баллор вернется в облике демона. Это... Давно-давно я вообще плевать на это. Так что вот, Дрю Макентайр, победа Дрю Макентайра. Чистая победа Дрю Макентайра после первого же Клеймора. Вот моя такая ставочка. До свидания.